Доброе утро, мальчики и девочки! Всем привет! Каркуша, какая ты сегодня нарядная! Ну, я же иду на праздник птиц! Лесной карнавал! Я знаю, Каркуша, я собираюсь вместе с тобой. Вместе? Но тебя не пустят! На праздники могут присутствовать только те, у кого есть клюв, крылья, ну или хотя бы хвост. Ну, ни того, ни другого у тебя нет. Ну, это пока нет, но я уже кое-что придумал. Крылья у меня остались от прошлогоднего карнавала, а клюв я себе сейчас сделаю. Только вот вырежу маску, покрашу её, приклею шляпную резинку. Как видишь, Каркуша, я уже всё приготовил. Контейнер из-под яиц, ножницы, шляпную резинку, краску, кисточки и клеевой пистолет. Думаешь, при помощи контейнера из-под яиц попасть на праздник? Что-то я сомневаюсь. А я нет. Ну, тогда за работу. За работу. Я заранее нанёс контур будущей маски на контейнер из-под яиц. И сейчас по этому контуру вырезаю. Контейнер в руках мастера превращается в настоящий клюв. Да? Ну-ка, интересно, интересно. Традиции использования масок существуют с давних времён и почти у всех народов. Изготавливали их обычно из кожи, валеной шерсти, остатков ткани или меха и даже дерева. В России маски надевали исключительно во время праздников, например, на Масленицу. А вот в Венеции в 18-м столетии можно было носить маски после праздников по полгода, чем пользовались простые жители. Так они наравне со знатными особыми могли прийти на заседание суда в Королевский дворец или в гости. Смотрите, ребята, основную деталь я вырезал. Теперь нужно её разукрасить. И какого она будет цвета? Может быть, красного, как мой клюв? Я решил сделать маску синий, а место вокруг глаз будет оранжевым. Ну что ж, посмотрим. Начинаем рисовать? Начинаем. Аккуратно наносим краску. Серёжа, пока ты разукрашиваешь, мы с ребятами узнаем ещё что-нибудь интересное про карнавал. Отличная идея. В средние века Венецианский карнавал, как и наша Масленица, был приурочен к началу Великого Поста. Это время, когда нельзя было есть мясные блюда. Вот откуда появилось и само название праздника. Карнавал. Дословно оно значит «мясо прощай». Длится Венецианский карнавал больше двух недель. И есть у него ежегодная обязательная программа, главной частью которой является финальный конкурс на лучшую маску и лучший костюм фестиваля. Маска разукрашена, и её уже можно примерить. Секундочку, Каркуша, проверю, высохла ли краска. Да, высохла. Ну? Ну, как я смотрюсь? Восщитительно! Кокоду и скотманду. Прошу любить и жаловать. Каркуша, ну ты и выдумщица. Я что, действительно похож на попугая? Ты похож на птицу неизвестной породы. Привязывай скорее резинку и пойдём. Тебе ещё крылья гладить и прическу делать. Секундочку, Каркуша. Завязываю узелок с одной и с другой стороны. Теперь завязываю второй узелок. Так, готово. Так. Лишнее отрежу. Угу. Завязал оба узелка. И примерим маску. Серёжа, а как звучит голос твоей диковинной птицы? Не знаю, у неё такая яркая расцветка. Давай вместе придумаем. Может быть... А-а-а! Или... А-а-а! Нет, Каркуша, так не подходит? Хе-хе-хе. Ну, знаешь, Серёжа, в наш птичий хор тебя вряд ли возьмут. А вот в конкурсе лесной красоты ты можешь поучаствовать. Думаешь? Ну, конечно. Хм, тогда надо поторопиться. Ребята, смотрите наши новые выпуски и мастерите с удовольствием. А мы полетели, да, Серёжа? Да. А-а-а! Что-то не взлетает за Каркуша. Ну, постарайся. И давай быстрее крыльями маши. Ну, то есть руками.